Документ отпуска Что для нас с вами актуально? В первую очередь, если речь идет об обычном ежегодном отпуске. Сейчас у нас с вами в программе есть отдельный справочник, который называется «Вид отпуска». И стандартный ежегодный отпуск 28 календарных дней, он в программе имеет место быть. Это уже предусмотрено заранее разработчикам. То есть, если мы оформляем прием на работу какого-то сотрудника, то программа по умолчанию ставит ему отпуск 28 календарных дней. При этом, какие у нас с вами есть варианты? Начнем с того, что в некоторых организациях продолжительность отпуска отличается от 28 календарных дней. Здесь уточню, чтобы у нас с вами не было неясности, я имею в виду именно ежегодный отпуск. Именно ежегодный. То есть, в учебных заведениях там может быть до 54 календарных дней. Например, как быть тогда? Вариант первый, который имеет право на существование, это когда я при приеме на работу, программа мне будет автоматически ставить право на ежегодный отпуск 28 дней, а я могу здесь подредактировать, изменить количество дней. Вариант вот этот вот, он не очень удачен. Не очень удачен, но он исходя из каких-то соображений. Ведь мы же с вами пользуемся отчетностью. В частности, у нас с вами есть кадровые отчеты, которые считают остатки отпусков. Ну, вот есть остатки отпусков кратко, например. Я могу вот посчитать, показать. Есть в частности, в частности, просто остатки отпусков. Ну и в настоящий момент еще в программе предусмотрена справка об остатках отпусков. Конечно, справка... Нет, вибру, пожалуйста. Справка об остатках отпусков. Она у нас теперь с вами может формироваться из отчетов кадровых, в частности. Ну и если вот я, например, укажу какого-то сотрудника, могу сформировать эту справку на определенную дату. Здесь, в общем-то, у нас с вами все мило и симпатично. Но тогда, если вдруг у нас с вами в соответствии с текущим законодательством, у сотрудников ежегодный отпуск отличается продолжительностью от 28 календарных дней. Что для нас с вами действительно важно? Сведения об отпусках хранятся в отдельном справочнике. Находится он в разделе «Настройка виды отпусков». «Настройка виды отпусков». Тут, в частности, вот сейчас мы с вами видим предопределенные отпуска. Ну и я вот еще добавила, но о дополнительном отпуске у нас просто будет с вами сегодня разговор, четочку по опрочке. Сейчас волнует вот отпуск основной. Обратите внимание, вот я открыла карточку, то есть в частности здесь у нас с вами сказано, что вот он 28 календарных дней. Соответственно, мы можем с вами сказать, что у нас, например, там 54 или 30, то есть исправить текущую запись. И программа, тогда обратите внимание, выдает предупреждение. На самом деле, исправление вручную, конечно, не очень удачный вариант в данном случае, поскольку он тут специально сказал, что у меня тут есть база, у меня сотрудники уже ходили в отпуска в 2015 году. Исходя из этих соображений, что я могу сделать? Если база новая, то есть я начинаю работать с нуля, тогда я могу просто подкорректировать существующую запись, но сказать, что да, и в дальнейшем, в дальнейшем уже будет программа вести себя следующим образом. То есть если я кого-то буду принимать на работу, ну вот сейчас покажу, например, кого-нибудь я там возьму на работу, пусть будет в должность менеджера. Вот программа, видите, каким образом себя ведет. Исходя из этих соображений, что удобно сделать? Удобно добавить новый вид отпуска. То есть в справочнике вида отпусков у нас с вами есть возможность их создавать абсолютно неограниченное количество. И мне никто не мешает сказать, что это у меня ежегодный отпуск по организациям. Наименование для печати пусть так и будет, он у меня является ежегодным, ну и, к примеру, он будет у меня 30 дней. И предоставляется всем сотрудникам. То есть вот таким вот образом поступить. Соответственно, если у меня этот отпуск не используется, я могу сказать, что он больше не используется. Единственное, просто обратите внимание, что опять же, вот то, что я подчеркивала, с нулевой базы корректируем ради бога. То есть если уже эти сведения использовались, а по каким-то там причинам были изменения, то, соответственно, здесь уже мы с вами от основного отпуска 28 календарных дней, то, что предусмотрено разработчикам, отказаться не сможем. Почему лучше добавить отпуск отдельно? Количество дней будет зависеть, конечно же, от специфики конкретной организации. Но нам важно другое. Вот я с чего начала, что у нас есть отчетность. В частности, программа считает остатки отпусков. А считать она остатки будет только по отпуску, по отпускам, по любому виду отпуска. Если, если стоит вот эта галочка, что отпуск является ежегодным. Потому что если вдруг по какой-то причине в организации предоставляется, к примеру, дополнительный отпуск, но предоставляется он разово, разово, то тогда нам с вами никто не гарантирует, то есть тогда флажок мы не поставим, и нам тогда программа не будет считать остаток отпуска. То есть, если не установлен флаг, что отпуск является ежегодным, то нам с вами никто не гарантирует автоматический подсчет остатков по этому виду отпуска. Вот такая вот есть специфика у этого справочника. В частности, когда это можно применять? Ну вот, как я уже сказала, бывают все виды деятельности, о организации количества дней ежегодного отпуска отличаются от 28. А может быть, немножко другая постановка вопроса, когда мы с вами принимаем на работу инвалида. И как раз у инвалида количество дней отпуска отличается от 28. Значит, тогда опять та же самая система. Не надо исправлять вручную. Если честно, это можно сделать. Это можно сделать. Здесь никаких, в общем-то, программ это сделать позволит, скажем. Я вот так вот уточню. Но с точки зрения корректности введения учета, мы же с вами прекрасно понимаем, что чем меньше вносится изменение руками, тем, в общем-то, легче нам с вами будет жить в дальнейшем. Исходя из этих соображений, как раз у нас с вами и предусмотрена возможность ввода видов отпусков отдельных. Вот помимо типовых, которые предусмотрены разработчикам, это может быть любой вариант. В том числе, вот повторяю, отпуск для инвалида, ради Бога, никто нам с вами не мешает, никто не мешает великолепнейшим образом взять и посмотреть, что будет в этом случае, если мы с вами должны указать, да, ну вот если я назвала ежегодный отпуск, ну, допустим, не очень удачно получится, да, в моем примере, а если у меня это будет ежегодный отпуск в организации для инвалидов, тогда, ну вот так вот, ради Бога. Вот они, те самые 30 календарных дней. В этом случае, в этом случае, что мы тогда с вами скажем? Если я принимаю на работу инвалида, то привязка уже пойдет непосредственно к конкретному человеку. То есть у нас с вами есть ссылочка страхования, правильно, где я могу указать, что вот он инвалид, и если ему положено количество дней дополнительного отпуска, то я укажу здесь. А при приеме человека на работу, при приеме человека на работу, тогда, тогда у нас с вами есть возможность поступить следующим образом. То есть принимаю я, к примеру, на работу Антонова подразделение там непринципиально какое, программа по умолчанию ставит 28 календарных дней, а мне никто не мешает сказать, что у него ежегодный отпуск вот тот самый 30 дней. Что важно, в этом случае, в этом случае, сейчас вот прям покажу, даже если я это сделаю на 1 января, если я сделаю это на 1 января, значит, в этом случае мне программа должна уже в отчете учесть. Соответственно, проверяем с вами, например, остатки отпусков по сотруднику Антонову и смотрим, что у нас получилось. Так, исправила точно Антонову у меня там, да? Так, сейчас я очень извиняюсь, я поторопилась немножечко и получилось, да, не очень удачно, потому что я исправила даты, а программа мне автоматически, естественно, показала, что я опять же вернулась к 28 дням. Вот, смотрите, программа начала считать, что ему положен ежегодный отпуск по организации, вот в количестве 30 дней, и накопила он столько-то. Соответственно, если я посмотрю на произвольную дату, ну, например, забегая вперед очень сильно, то увижу уже вот такую картину. То есть, как видите, программа мало того, что учитывает остатки, как положено, но и это все у меня будет происходить автоматически, что немаловажно. И все это благодаря тому, что для вида отпуска, который я добавила, я сказала, что отпуск является ежегодным. То есть, вот у нас с вами нюанс первый. Что еще у нас с вами в программе предусмотрено полезного, когда речь идет об отпуске? Ну, вот возвращаясь к вопросу, пока еще ежегодного отпуска, есть ли у меня сейчас господин Антонов по какой-то причине пойдет в этот самый ежегодный отпуск? Ну, вот просто покажу, да, вот пойдет он у меня все-таки в октябре, документ, допустим, на 1 октября, и сотрудник все тот же пресловутый Антонов. Программа дает нам с вами возможность проверить, что получается. Вот смотрим, та же самая справка по отпуску, открывается по ссылочке, как сотрудник использовал отпуск, и вот обратите внимание, опять же, у меня есть возможность четко видеть, что у него есть право на ежегодный отпуск, причем вот я уточнила в печатной форме, вот я вижу, что у него 30 дней. Ну, и если речь идет именно о ежегодном отпуске, любой продолжительности, то есть не обязательно там 28, там, говорю, те же самые 54 дня, или вот как в моем примере 30, мы великолепным образом оформляем документ на отпуск совершенно стандартно. То есть в частности, в частности, заполняется документ, и великолепнейшим образом программа будет делать расчет. Ну, вот единственное, что в моем случае у господина Антонова никакого расчета не было, не было. Ну, если я сейчас возьму и просто аккуратненько подправлю документ, скажем, вот у меня есть тут такой некто чайчиков. Вот я ему укажу пресловутый ежегодный отпуск. И вот давайте посмотрим, что у нас с вами будет получаться, если чайчиков, например, с апреля соберется пойти в отпуск. Не знаю, пойдет он, скажем, с 5 апреля. Пойдет на те же 14 дней. Вот программа сделала расчет, и давайте смотреть, что у нас имеет место пойти. Вот, обратите внимание, я просто подправила. Другое дело, что я это, поскольку база была сделана просто для того, чтобы мы могли обсудить вопросы отпусков, сразу обращаю ваше внимание, что вот так вот открыть и исправить приказ за прошлый период, конечно же, мы не имеем права. Ну, мне надо показать. То есть только из этих соображений. Ну и, опять же, основание заявления. Так, то есть вот один вариант. То есть если отпуск у нас с вами ежегодный, неважно какой продолжительности для организации, мы в документе отпуска заполняем закладочку основную. Что у нас с вами еще может быть? У нас с вами может быть достаточно большое количество видов отпусков. То есть в частности, опять же, возвращаясь к разговору того, что справочник у нас предопределенный в зависимости от настроек, у нас с вами есть варианты учебных отпусков, есть отпуска для тех, кто, дополнительные отпуска для тех, кто работал на ликвидации чернобыльской аварии, и есть у нас с вами отпуска без оплаты, и есть еще и даже так называемый северный отпуск. Продолжительность, да, отпуска зависит уже от чего? От частности того, к какой местности отнесен у нас, то ли это район Крайнего Севера, то ли это местность, приравненная к районам Крайнего Севера. Соответственно, там 24 дня, 16 дней, то все будет зависеть именно от этого обстоятельства. Ну и хорошо бы нам поговорить об этих самых дополнительных отпусках в том числе. Что здесь может быть полезного, если речь идет о типовых отпусках, о типовых видах отпусков уточню? Вот заранее разработчикам предусмотрены, как я вот только что показала, справочники вида отпусков, несколько вариантов дополнительных отпусков. Мария, за выслугу вы имеете в виду классическую постановку вопроса, то есть выслуга в частности, например, у военнообязанных, или это когда на уровне организации? Это немножко разные вещи. Немножко разные. Все-таки то, что в программе за выслугу лет, это подразумевает, подразумевает в частности, в частности классическую постановку вопроса, которая определена законодательно. Если у вас в организации есть отпуск, в частности дополнительный отпуск, который зависит от стажа работы в организации, то есть прописано это нормативными документами, то тогда это немножко другая вещь. Немножко другая вещь. Сейчас покажу, и вопрос, я вот тут как раз развлекалась, чтобы показать, как и объяснить. Но все-таки сначала о типовых отпусках. Вот наиболее распространенная ошибка, если оформляется только дополнительный отпуск, выглядит следующим образом. Когда мы с вами открываем документ отпуск, по умолчанию ставит флажок, основной отпуск. Соответственно, если я забуду, забуду, забуду в частности, его сбросить, а запомню дополнительный отпуск, а программа будет, естественно, давать ругливые сообщения. То есть если у меня некая Малахова отправляется в учебный отпуск, только в учебный отпуск, значит, что мне нужно не забыть? Сразу сбрасывать флаг и все-таки заполнить закладочку дополнительные отпуска. То есть вот отправлю я ее в дополнительный учебный отпуск оплачиваемый. Отправится она у меня с апреля. Ну, пойдет, примерно, на две недели. Основанием является у нас с вами справка вызов. Так, исходя из этих соображений, исходя из этих соображений, мы с вами и получаем расчет. То есть мы всегда, напоминаю, можем посмотреть, можем посмотреть с вами и приказ о предоставлении отпуска, о предоставлении отпуска. Вот он имеет место быть. Вот все нормально, как видите. Дополнительный учебный отпуск. Мы можем с вами получить записку расчет о дополнительном учебном отпуске. Что для нас еще актуально? Напоминаю, что у нас с вами сотрудник может являться одновременно и штатным сотрудником, и совместителем. А взять учебный отпуск можно взять только по одному месту работы. Значит, если бы у меня Малахова работала еще и по совместительству в моей организации, то тогда, тогда мне бы пришлось... Сейчас покажу. Обидела девушку. Вот. Сейчас я ее приму на работу. К примеру, приму на 1 марта. Ну, здесь просто уточню, поскольку там какой-то расчет уже имеет место быть, я ее возьму еще, например, на полставки в бухгалтерию. Будет она у меня работать 20 часов. И у меня будет у нее оклад по часам, естественно. Да. И количество ставочек тоже уж не поленюсь, укажу ей полставки. Так. Вот таким вот образом. Ну и какой-то там номер трудового договора. Значит, что у меня будет происходить в этом случае? Сейчас. Ну, для удобства, чтобы не было путаницы, вы же помните, у нас один и тот же, одно и то же физическое лицо, если работает по разным видам занятости, да, в справочнике сотрудники под кадром, что вид занятости у нас идет отдельная запись. Ну, так вот, если у меня Малахова работает внутренним совместителем, тогда что получается? Сейчас я начислю зарплату за март месяц. Вот. Моя Малахова, да, имеет место быть. И если все-таки она пойдет в учебный отпуск, как сделать это правильно? Помню о том, что, в частности, учебный отпуск может быть взят оплачиваемый, только по одному виду занятости. Вот я и оформила, в частности, как менеджеру, там, где она у меня на основном виде занятости, оплачиваемый отпуск. Но, обратите внимание, вот, кстати, на реакцию программы. Она говорит, что надо, вот, когда документ сохранен, да, вот, видите, появилась ссылочка. Отсутствие по другим местам работы. Красиво же сделано, правда? То есть, в частности, если я щелкаю по этой ссылке, программа, программа мне предлагает, вот она, видите, сворачивает, разворачивает, сделать выбор, то ли я и оформлю отпуск, видите, вот открывается документ, уже Малахова стоит как внутренний совместитель, то ли я буду оформлять ей отпуск без оплаты. То есть, то, что предусмотрено разработчиком. Единственное, в моем случае, что получается? Это все-таки будет отпуск без оплаты, правильно? Ну, то есть, вот она, отдельный документ, все как положено, но она предлагает отпуск без оплаты в соответствии с частью первой. То есть, помните, у нас с вами в соответствии с частью первой, ежели сотрудник по согласованию с администрацией берет отпуск, например, по каким-то там семейным причинам. Вот, обратите внимание, вот он, период отпуска уже стоит, с такого-то по такое-то число. Не остается только до заполнить документ. Все, больше ничего не требуется. То есть, вот эту часть, вообще, мне кажется, сделана просто замечательно. Ее автоматизировали у нас с вами великолепнейшим образом. То есть, мы всегда, повторяя, можем с вами сие проверить. Вот, проведенный документ будет выглядеть уже вот таким вот образом. То есть, видите, у него как у бухгалтера, в бухгалтере отпуск без сохранения оплаты. Но я думаю, было бы интересно еще и посмотреть на такой отчет, как табель. В частности, что у нас с вами будет в табеле? А в табеле, в табеле у нас картина, давайте сейчас посмотрим, каким образом будет выглядеть. За апрель месяц, если мы с вами сформируем табель, я буду сейчас сформировать без всяких отборов, чтобы нужно было посмотреть все сразу же. Вот, что у нас с вами получается. Вот Малахова как менеджер. Смотрите, вот она у меня в учебном отпуске выделяя. А учебный отпуск неоплачиваемый. Вот он имеет место быть. Напоминаю, что все обозначения табеля в программе хранятся в отдельном классификаторе, который называется «Виды использования рабочего времени». И если мы посмотрим, то это вот он, отпуск дополнительный, неоплачиваемый учебный. Настройка «Виды рабочего времени». Отпуск неоплачиваемый учебный. То есть вот всегда можно посмотреть, какие обозначения. Здесь точно так же, как и в любом сбавочнике, есть сортиловка. То есть если вдруг с каким-то кодом столкнулись первый раз, то удобнее всего вообще, по-моему, отсортировать по коду и посмотреть, что это такое. То есть я думаю, вы со мной согласитесь, здесь вообще очень красивое решение. Мы можем с вами, не можем точнее, забыть корректно оформить. У нас получается будет с вами корректно формироваться и расчет оплаты труда. И в общем-то в табеле все будет красивенько, поскольку в предыдущей редакции была достаточно распространенная ситуация, когда, скажем, человеку, работающему по нескольким видам занятости в нашей организации отдавали учебный отпуск только как штатам, а как совместителю ничего не оформляли. И в итоге получалась такая немножко странная постановка вопроса, когда человек как штатный сотрудник находится в учебном отпуске, а как совместитель он находится на рабочем месте. Ну как-то немножко странно. Было такое дело в нашей жизни. Но вот, как видите, сейчас очень здорово продумано. Вот что есть, то есть. Решение, мне кажется, ну безумно красивое. Здесь вот прям красота. Но если она хочет идти и работать как совместитель, у нее есть время, то есть это же... Ну тогда вы не будете ей оформлять, понимаете? Но если у вас, я имею в виду, когда ситуация немножко другого рода, когда человек вообще находится физически, вообще, к примеру, учится в Санкт-Петербурге, да, мы оформили по основному месту работы, а как совместитель, она у нас с вами в это время в Москве, да, якобы работает. Имеет место быть вот такая вот ошибка, но здесь она, как видите, уже исключена фактически. То есть сделано, кстати, я не знаю, мне кажется, очень здорово, очень продумано. Так, то есть вот еще один вариант у нас с вами. Далее по поводу выслуги и ижесмения. Значит, вот когда речь идет об отпусках, то здесь у нас с вами тоже есть варианты. Здесь помните сейчас настройка в частности? В том же пресловутом помощнике начальной настройки программы, когда мы с вами задаем настройки, там есть возможность редактировать, ну, то есть создавать по умолчанию те же надбавки, зависящие от стажа. Есть такое дело в нашей жизни, вот надбавки за выслугу лет. Ну, просто открыла, поскольку здесь вот готовый вариант, а мне хочется обратить внимание. Выслуга, вот отпуск за выслугу лет по умолчанию, по умолчанию предполагает постановку вопроса какой? То, что я приведала пример, когда в военизированной организации там платится в соответствии с текущим законодательством действительно вот отпуск за выслугу лет, предусмотренный законодательно. А может быть еще вариант, когда у нас с вами есть дополнительный отпуск, который зависит от стажа работы в организации. Может быть вот такая вещь, когда в организации сотрудник, в зависимости от того, сколько лет проработал, он в частности будет получать несколько дней дополнительного отпуска. Как вот это сделать? Это сделать, кстати, абсолютно несложно, но прежде чем начнем, вот хочу как раз уточнить. Мы, когда человек с вами принимаем на работу, например, того же, вот я Антонова только что принимала, мы по ссылочке «Трудовая деятельность» указываем стажи. И есть типовой стаж на надбавку за выслугу лет. То есть это вот та самая формулировка, которая предусмотрена законодательно. А может быть у нас с вами постановка вопроса, когда в организации нормативными документами, там, например, по коллективному договору прописано, что в зависимости от стажа работы в нашей организации человеку положено дополнительные дни отпуска. Что тогда? Ну, опять та же постановка вопроса. В первую очередь, конечно, нас с вами волнуют справочники. И посмотрите, есть отдельный справочник, который называется «Виды стажа». «Виды стажа». Вот он, категория стажа «Выслуга лет». А если мы с вами говорим о стаже в организации, в нашей, то, конечно, корректнее будет. Каким образом поступить? Открыть справочник «Виды стажа» и добавить отдельный вид. Вот в моем случае я добавила, назвала «Стаж в организации». Фантазии у меня, как видите, немного. И категория стажа тогда выставляется «Прочие». Кстати, вот обратите внимание, здесь еще отдельно есть выслуга на военные службы. Я не знаю, я приводила, например, военизированная организация. То есть постановочка вопроса. Да, мной была сделана акцентированная именно военная, а военизированная. Значит, добавляем отдельно стаж в организации. К чему это приводит? Но, в частности, в справочнике «Сотрудники» у меня, например, теперь по ссылочке «Трудовая деятельность» есть возможность заполнить сведения о предопределенных стажах. И, как видите, вот он появился, стаж в организации. То есть он здесь уже появляется автоматически. Ну, вот в качестве примера, если я добавлю там, например, ну, вот так вот. Выберу категорию. Смотрим, что у нас теперь с вами будет. Вот он, видите? Вот, кстати, хочу обратить внимание. Здесь вот, когда мы заполняем карточку сотрудника по трудовой деятельности, тут вот нельзя ничего добавить. Это надо отдельно в справочничек ввести, отдельно в справочник виды стажа, и тогда он будет появляться автоматически. То есть это раз. Ну, вот я добавила, чтобы показать стаж в организации. Далее, далее. Что дальше? А дальше я добавила новый вид отпуска. Назвала его «Дополнительный отпуск по коллективному договору». Ну, назвать его можно как угодно. Кстати, Мария, если все-таки у вас именно за выслугу, то вы тогда просто тип стажа можете использовать за выслугу. Вот и все. Принцип будет все равно тот же самый. Что для нас с вами важно? Вот когда добавляется дополнительный отпуск, опять же, по коллективному договору, там могут быть варианты. Ну, если я хочу, чтобы программа мне считала остатки, я обязательно ставлю вот эту галку, что он является ежегодным. Ну, предоставляется всем сотрудникам, естественно. Опять же, в зависимости от нормативных документов, смотрите, может быть постоянное количество, то есть если, скажем, просто в нормативном документе по организации сказано, что всем сотрудникам предоставляется отпуск в размере там двух календарных дней дополнительных. Зависит от рабочего места. Ну, здесь имеется в виду, скажем, постановка вопроса какая. Отпуск за вредность. За вредность. То есть тогда пойдет привязка в частности к чему? Привязка пойдет уже, например, к должности. То есть если, помните, причем вот вредники, именно классическая постановка вопроса, да, со спецоценкой, там все как положено. Ну, а в моем случае вот классика жанра зависит от стажа. У меня тогда есть возможность настроить стаж, то есть вот в частности, вот даже я лишнюю удалю, чтобы совсем красиво было. Смотрите, если у меня сотрудник работает от года до двух лет, то ему положен один дополнительный день. Если от двух лет до трех-два дня, ну и всем, кто свыше, три дня. Что мне это дает? А когда это сделано, естественно, при приеме на работу я буду сотрудникам указывать вот этот дополнительный стаж. Ну, у меня в качестве примера, конечно же, есть рояль в кустах. То есть в частности, обратите внимание, то есть помимо 28 календарных дней ежегодного отпуска, я указала при приеме на работу дополнительный отпуск по коллективному договору. И, кстати, можно прямо отсюда указать на какую дату, сколько. Да, но здесь опять же, поскольку база просто такая вот временная, то здесь, естественно, не обращайте внимания, что ставит 15-й год. То есть может предполагаться постановка вопроса, что сотрудник работает давно, но вот данные были перенесены. Значит, что тогда получается? Вот если я принимаю на работу нового сотрудника, вот, но это было принято, Антонов, то я могу сказать, что ему еще положен дополнительный отпуск по коллективному договору и сразу сказать, что как он должен считаться, то есть с момента приема на работу. Как будет вести себя в этом случае программа? Ну вот у меня в качестве демонстрации для нескольких человек был введен этот дополнительный отпуск, и можно тогда проверить как раз вот сформировать кадровый отчет по остаткам отпусков. То есть, в частности, вот если я на начало этого дня, например, сформирую. Ну, Мария, это уже ваши организации, да, вашими нормативными актами. На самом деле здесь варианты имеют право на существование. Существование, естественно. То есть, если я сейчас буду смотреть отчет остатки отпусков, все равно у вас будет тот же самый принцип заполнения. Вот мне программа посчитала дополнительный отпуск к Иванову. Я ему ввела стаж в моей организации более пяти лет. Вот они три дня, как видите. Далее, у меня был стаж введен, в частности, вот только что Антонову. Как видите, ему не положено пока ничего, правда же? Но если я сделаю вид, что все-таки какое-то время прошло, то есть, к примеру, уже прошло там около года, и сформирую на оси, раз только по Антону Во, то мы получаем с вами вот такую картину. Видите, вот она ему показала то-то, то-то. Дальше. Теперь, наверное, будет удобнее все-таки показать иначе, потому что достаточно громоздко. Справка об остатках. Так, Иванов. Вот. Вот. Еще раз. Вот. Теперь все-таки напомню, что стажи мы указываем сотрудникам, в частности, посылочки, трудовая деятельность. Вот он, 9 месяцев. Ну вот она считает уже на текущую дату. Или, как я сделала перед этим, в приказе о приеме на работу, то есть, вот когда принимала, я ему тоже вот просто здесь указала. Вот она просто у меня конфигурация, это сейчас вот файловом режиме работает, она немножечко такая задумчивая. Ну, хорошо бы все-таки проверить. То есть, все-таки, а давайте вот остатки отпусков кратко, будет тогда, наверное, поинтереснее. Значит, на начало текущего дня. Смотрите. У меня есть остатки отпусков у Лихачева, у Серегины и у Иванова. Что касается господина Антонова, у него, как видите, вот имеет место быть только основной отпуск. Вот он. Если мы начнем с вами экспериментировать с датами, ну, не знаем. то получим уже немножечко другую картину. Ой, да. Да, я тоже как-то смотрю и понимаю, что как-то год удался, просто удался. Есть такое дело в нашей жизни. Вот. Весьма и весьма симпатичное. То есть, дальше-дальше программа уже ведет отсчет. Значит, на что надо обращать внимание, когда указываются вот эти вот самые отпуска дополнительные. Повторяю. В первую очередь, значит, добавить вид стажа отдельный, если он у вас не попадает под стандартный. Во вторую очередь, если хотите, чтобы она сама считала остатки, сказать, что он является ежегодным, да, ну, и настроить виды стажа. Ну, и в моем случае, все-таки хотелось бы, чтобы она мне, Антонову-то, показала что-нибудь в этой жизни. Значит, возвращаюсь к тому, что я сделаю справку все-таки по Антонову, значит, на текущую дату. Видите, у него есть право на ноль дней. Ну, тут понагляднее. Я думаю, вы со мной согласитесь. Теперь, если мы начнем экспериментировать с датами, значит, на 1 января 2018 года, давайте-ка я попробую скрепировать справочку, посмотрим, вот она начала считать, что накоплено, ну, накоплено, и смотрите, вот она мне показала те самые 30 дней. Есть такое дело? Так, далее. Если я, ну, я его еще инвалидом, бедолагу сделала, при этом, кстати, не указав ему справку по инвалидности, опять же, по одной причине, потому что у нас с вами речь идет об отпусках. И если я теперь начну оформлять отпуск к господину Антонову, в частности, смотреть. Так, Антонов – это не очень удачный пример. У меня там есть остаток отпуска по Иванову, поэтому, извините, покажу на Иванове все-таки. Значит, вот у меня имеет место быть Иванов. Вот он идет в основной отпуск, к примеру, с 10 апреля, ну, не знаю, пусть идет на 28 календарных дней. И я ему же скажу, что хочу предоставить дополнительный отпуск. Вот по Иванову, в частности, я могу же справку сформировать прямо отсюда. То есть вот я вижу, что у него есть право на дополнительный отпуск в настоящий момент. Как видите, вот программа посчитала, сказала, что три дня. Вот. И я ему тогда добавлю, в частности, вот этот вот дополнительный отпуск по коллективному договору. Программа по умолчанию, обратите внимание, предполагает, что он решит продолжить дополнительным отпуском ежегодный. То есть, по сути, мне остается только указать количество календарных дней. Ну вот, три календарных дня, все как положено. Помню, что у нас 9 мая, это что, день какой? Праздничный, конечно же. Опять же, программа все это учла. А в основном мы не можем поставить 30 саный сразу? Нет, это некорректно. Это некорректно, о чем мы речь. То есть у вас, да, должно быть вот нормативными документами прописано по организации возможность предоставления дополнительных дней отпуска. На каком основании, да, там все и прочее. Просто взять и увеличить. Здесь имеется в виду, что ежегодный отпуск в соответствии с ТК РФ. По умолчанию он 28 календарных дней. Есть отраслевые? Один на основной, другой на дополнительный. Ну, в данном. А вот смотрите, что получается. Вот же у меня как раз документик есть. Значит, если я его сейчас вот открою, то получается вот такая вот красивость. Вот. То есть все как положено. Ежегодный, дополнительный, да, и отпуск всего. То есть вот такая вот вещь имеет право на существование. Самое главное, наверное, зависит от стажа. Ну, здесь вот самое главное, я бы сказала, все-таки последовательно. То есть вот сначала вид отпуска добавить. Добавить все вот, как у вас есть. Если зависит от стажа, то тогда либо вы сразу настраиваете стаж, или опять же, ну вот как я начала показывать, но это вот, мне кажется, это удобнее. Ну, здесь все четко тогда. Вот я сначала добавила стаж в организации. Он у меня, соответственно, в карточках сотрудника везде сразу появился, что очень удобно. Потом я великолепным образом добавила вид отпуска дополнительный и сказала, что вот он зависит от стажа в организации. Хотя можно было добавить по ходу. Как видите, тот же самый справочник открывается. То есть здесь я бы сказала, кому как удобнее, как привычнее. Но если он имеет место быть, то вы указываете просто вот свои показатели, и тогда уже будет программа ввести учет остатков. То есть здесь самое-то главное, когда вы добавляете, вот то, что я неоднократно повторила, но это действительно важно, потому что если у нас с вами есть какой-то дополнительный отпуск, вот он не разово, а именно прописан там, да, по нормативным документам по нашей организации, хотелось бы, чтобы она считала остатки. А значит, надо не забыть вот эту галочку поставить. Тогда, в общем-то, никаких проблем не возникает. Ну и мы оформляем, как я уже сказала, вот у нас для остальных видов отпуска есть закладочка дополнительная отпуска, и мне никто не мешает, в общем-то, оформить одновременно, допустим, дополнительный по колдоговору, да, и здесь же я могла бы сказать, что я учебный отпуск оформляю, то здесь можно указать одновременно несколько видов отпусков. Ну и при такой вот технологии, как видите, вот очень удачно, программа совершенно адекватно заполняет нам и приказы, то здесь никакой лишней головной боли не возникает. Ну а если мы оформляем просто какой-то отдельно стандартный дополнительный отпуск, ну вот мы с вами посмотрели, просто выбирается, опять же, нужный вариант. И все-таки, да, наше время, да, подходим уже к концу, да, но еще буквально 5 минут, поскольку еще вот есть у нас тут очень любопытная возможность, и хотелось бы просто показать. Есть еще один момент, вот тут меня как-то озадачили, сказали, что вот как быть, если у нас есть один там торговый представитель, находится он где-то там на севере, то есть сама организация находится в Москве, а значит, если он на севере, ему положены северные, да. Тогда тут тоже просто безумно красивое решение, и хотелось вот все-таки еще 5 минут у вас занять. Значит, что у нас получается? Смотрите, мы в сведениях по организации указываем информацию о том, что есть подразделения, в которых начисляется северная надбанка. Ну вот я поставил аркавицу. Далее, вот тогда немножечко меняется карточка учетной политики. Вот посмотрите, как красиво придумано. В учетной политике вот ставится тут такой милый флаг, как краткосрочное изменение условий труда, использовать обособленные территории. Что нам это с вами дает? Тогда в разделе настроек появляется отдельно справочник, который так и называется территория. Ну вот я в качестве эксперимента создала территорию, назвала ее Северную, с фантазией у меня, да, не очень хорошо, и указала, что это РКС. А что будет дальше? А дальше, ну вот я когда показывала приказы, наверное, многие обратили внимание, что немножко непривычно выглядит документ-приказ. Ну вот сейчас я кого-нибудь приму на работу. Хотя у меня же есть Антонов, чем учиться-то? Вот чисто грипотетически, если мы представим себе, что все-таки вот Антонов где-то там на севере. Посмотрите, вот я указала территорию, а поле территории появилось у меня в приказе. И обратите внимание, тут же реакция программы, что ему положен основной 28 дней и плюс северный 24 дня. Ну и естественно, здесь можно это все подредактировать, и в частности, в частности, я же его помню, я его инвалидом сделал, то есть сказать, что у него ежегодный отпуск 30 дней и плюс северный 24 дня. Причем, что примечательно, что примечательно, тоже, мне кажется, изумительно красивое решение, поскольку вот это поле территории, вот я открыла пустой документ, тут очень наглядно. Обратите внимание, но красным не подчеркивается, то есть оно не обязательно для заполнения. И если у нас с вами, повторяю, есть какой-то торговый представитель, который работает как раз вот именно на севере, хотя организация сама, вот, московская, у нас с вами никаких, соответственно, северных не положено, то мне кажется, безумно продуманным, безумно удачным решением. Мы с вами указываем, в частности, сведения по приему на работу, ну, не знаю, возьму я, например, в гараж в должности водителя. Вот реакция программы, видите, 28 дней. Но как только я указываю территорию, реакция программы тут же резко меняется. Соответственно, она уже считает, что вот в моем случае этому сотруднику положено, как видите, не только 28, но и плюс северные 24 дня. То есть вот такая вот красивость тоже имеет место быть в нашей с вами программе в настоящий момент. Но это вот редакция 3.1, которая, ну, собственно, существует на настоящий момент. Ну, вот, собственно, все, о чем у нас с вами сегодня должен был состояться разговор. Надеюсь, что пригодится информация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова